Слава Украине! И сегодня я хочу поговорить об очень интересной теме. В последнее время на территории Российской Федерации происходят взрывы, которые в средствах массовой информации называют хлопками. Именно хлопками эти взрывы называют средством массовой информации и российская власть, потому что они трусливые, они сцикливые, они называют вещи своими именами. Так же, как они в феврале месяце, 24 февраля, начали в Украине войну, которую назвали спецоперацией. Они надеялись, что все произойдет гладко, быстро, будет греть скрик, и они завоюют Украину. Но не тут-то было, все произошло совершенно по-другому, не по их плану. И как результат, имеем то, что имеем. К сожалению, за полгода войны у нас в Украине очень много разрушено зданий, предприятий. Погибли мирные люди, погибли солдаты, погибли военные, к сожалению. Но мы не сдаемся, мы отвоевываем свою землю. Рано или поздно мы заберем свое, в том числе и Крым, в том числе и весь Донбасс. Но вы, россияне, должны почувствовать, и многие уже чувствуют на себе, что такое взрывы рядом со своим домом, с тем домом, где вы живете. Уже, наверное, многие почувствовали, что такое жить в бомбоубежище и думать, прилетит тебе или не прилетит. А те, кто этого еще не почувствовал, я более чем верен в том, что они почувствуют это. Потому что безнаказанно такая война, такие преступления, которые ваши военные совершают у нас на территории Украины, просто пройти просто так не могут. Поэтому взрывы на территории Российской Федерации были, есть, и мне кажется, что они будут и дальше. Но это не все. Вы должны прочувствовать войну на себе, на своей шкуре. Она должна пройти сквозь ваше тело, а потом будет репарацией. Потом вы будете обязаны возмещать все то зло, которое вы у нас сотворили. Конечно, деньгами не все вернешь и многое вообще не вернешь, и оно не измеряется деньгами. Но вы будете платить, суки, десятилетиями, как платила Германия за те зверства, которые творил Гитлер. У вас, правда, есть Путлер. Вот за те зверства, которые делает Путлер, вы будете платить Украине репарации. Будете платить деньгами. Из своего кармана, из бюджета. Вы будете за это платить. Я более чем в этом уверен. Собственно, на сегодняшний день, как говорят ваши военные, все у вас идет по плану. У нас тоже идет по плану. Харьковщину мы уже вернули. Херсонщина скоро тоже будет наша. Ну а там мы, собственно, заберем и наш Крым. Все вернется на свои места. И все будет добре. Слава Украине и слава ЗСУ. Слава Украине и слава ЗСУ. Продолжение следует...